Рады приветствовать вас на канале Электрокарс Рус. Меня зовут Владислав и сегодня мы вас познакомим с BID Yuan Plus в комплектации Flagship. Yuan Plus это компактный городской кроссовер, по габаритам очень схож всеми нам известным Kia Sportage. Электромобиль оснащается безальтернативно только передним приводом с мощностью двигателя на 204 лошадиные силы и батареей на 60 кВт, способным проехать на одном заряде до 505 км. Зарядные порты располагаются на переднем крыле как для медленной зарядки, так и для быстрой. С помощью медленной зарядки автомобиль способен зарядиться с 0 до 100% за 8-9 часов. С помощью быстрой зарядки автомобиль способен зарядиться до 80% за полчаса. Автомобиль оснащается 18-дюймовыми колесными дисками. Спереди по подвеске нас встречает всеми нам знакомый Макферсон, а сзади наградчашка. На корме автомобиля нас встречает цельный светодиодный элемент в виде фонаря, а также клавиша открытия багажника. В данной комплектации багажник не имеет электропривода. Багажное отделение у нас имеет объем порядка 500 литров. Мы можем увеличить либо уменьшить объем багажника с помощью данной полки. Под полкой у нас скрывается органайзер, в котором располагается ремкомплект и устройство для зарядного оборудования. В данной комплектации автомобиль оснащается бесключевым доступом на передних дверях. Открыв двери мы можем наблюдать, что дверные карты у нас полностью закрывают пороги, что способствует комфортному доступу и выходу из автомобиля. Автомобиль выполнен в современных дизайнерских решениях. Это линейка океан. Вся тематика внутренней отделки автомобиля будет нам напоминать о каких-то морских тематиках, либо элементах дизайна. Вот у нас вот такие интересные ручки открывания-закрывания дверей автомобиля. Здесь у нас в форме струн для гитары в держателях кармана, на которых можно поиграть. Да, и вот такая массивная дверная ручка. Руль у нас имеет механические регулировки как по вылету, так и по высоте. Водительское кресло у нас имеет электрорегулировки в четырех плоскостях, компактный сенсорный дисплей, который очень информативно отображает скорость, запас хода, режимы вождения и так далее. На самом рулевом колесе справа у нас имеются клавиши управления для адаптивного круиз-контроля, а слева для управления мультимедиа. Руль у нас обшит эко-кожей. В данной комплектации у нас имеется панорамное остекление с люком. Отдельное спасибо китайцам за то, что сделали минимум глянцевых поверхностей, и все физические клавиши управления у нас матовые. Далее нас встречает 12,8-дюймовый экран мультимедиа, который традиционно BID мы можем переворачивать как по горизонтали, так и вертикали. Он у нас на андроиде, благодаря чему мы можем установить сюда всеми нами любимые приложения для управления и развлечения автомобилем, навигацией и так далее. Отделка салона, в частности сидений, торпеда, выполнена из эко-материалов. На сидениях мы можем наблюдать, что они перфорированы, однако ни в какой из комплектаций у них нет ни подогрева, ни вентиляции. Несмотря на размеры автомобиля, сзади мы можем комфортно разместиться. То есть у меня место над головой с кулак, рост у меня 1,80 м. Сзади диван у нас рассчитан для трех пассажиров, если мы убираем подлокотник. Из удобств у нас есть здесь собственные воздуходувы и также два USB. В комплекте с автомобилем идут два ключа, с помощью которых мы можем открывать, закрывать автомобиль, отпирать крышку багажника. И также, как у всех автомобилей BID, у него есть встроенный автозапуск, зажав на который, через 3 секунды автомобиль запускается и включает климатическую систему внутри салона. Электромобили BID, а также электромобили множества других китайских брендов, вы можете приобрести в компании ElectroCars, город Челябинск, улица Свободы, 91, корпус 1А. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok